Я никогда не устану повторять. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, ведь классный комментарий, я лайкаю. Просто забейте, просто забейте. Все, Габелла. Ну что, ребята, я в полной тельтухе. Прошло буквально полчаса с предыдущего тура против Гудмакса, и я сразу же решил предложить Станасу отыграть Звездную битву. Сил моих больше нет. Я тельтую, я бомблю, я горю. Смотришь на матчи других участников, у них ебать там весело, блядь. 7-3 разве будет кого-то, 100-0, 50 тысяч, миллиардов, ноль. Предыдущие два соперника просто дышать мне не давали. Никакой игры не получалось, но проблема лишь только во мне. Никого ни в чем не обвиняю, поэтому не надо писать, что я ною, что я там это, блядь. Да, я ною. Вообще, короче. У меня на балансе было около 25 тысяч, если не ошибаюсь по подсчетам. Не имею права поменять иного игрока, это будет Фредерик 76 рейтинг, Анри. И пошел в пизду, чтобы мои глаза тебя больше нахуй не видели. Эту ебак мне гол привез плюс пенку. Не самое удачное решение было. А в основном состав все тот же. Единственное, я теперь буду играть в агрессивную тактику. Давай, Станас, пригласил меня поиграть. Просто, блядь, два тура не могу забить, ничего сделать, ничего показать. Я, блядь, в полном разочаровании от этого мира, от этой вселенной и от себя самого. Ну, по статистике Станаса я чаще выиграю. Три победы у меня, у него одна. Но он тоже мотивирован. Во-первых, это кубок фисеров. Все мы помним, как я его обыграл и кикнул из этого самого кубка. И, во-вторых, ему сейчас нужно выходить. Типа, он, наверное, более заряжен, чем я. И небольшое, ребята, микро-отступление. Перед тем, как начнется матч, хотелось бы высказать кое-какие мысли. Вот в первых двух турах я побеждал, выигрывал. И практически все комментарии выглядели из разряда «Вау, Пандос, как круто ты играешь, классно ты выигрываешь». Но стоит мне немного оступиться. И вот два ролика подряд зачастую я вижу подобные комментарии. «Ты играть не умеешь», «Ты проиграл», «На что ты вообще рассчитываешь». И, в общем, всячески ликуют, когда я проигрываю. Не очень красиво, с вашей стороны. Я сейчас, естественно, обращаюсь не ко всем подписчикам, а именно к тем, которые люто радуются и ликуют каждому им поражению. Хотелось бы, конечно, видеть постоянно от вас поддержку. И неважно, выиграю я или проигрываю. Если вы тот человек, который смотрит мой YouTube-канал чисто из-за того, что я выигрываю, вы явно зашли не по адресу. Я никогда не выделялся каким-то невероятным скиллом. Я никогда не делал какие-то невероятные победы в Weekend League. Поэтому сидеть и ждать на серьезных щах от меня какой-то невероятный результат, ну камон. Поэтому так и получается, что когда я выигрываю, я читаю положительные комментарии, когда проигрываю, я читаю, ха, лох, проиграл. Это противно, ребята, это отвратительно. Я в первую очередь YouTube-деятель, контент-мейкер, называйте меня как хотите, а не какой-то там киберспортсмен, от которого вы ждете результата. И мне очень, опять же, противно видеть в своем стаке вот таких вот подписчиков. Если вы из тех подписчиков, которые регулярно ждет от меня побед и всячески радуются поражением, пожалуйста, отпишитесь от меня нахрен. Мне такие подписчики не нужны. Собственно, вот, прошу прощения у всех, кого я разочаровал тем, что я умудрился проиграть более сильным соперникам по скиллу. Ну, такой вот я человек. Хотя странно получается. Я обыграл Руху, но при этом Руха обыграл фаворита. Это FIFA. Мы играем в такую игру, где кто угодно может обыграть кого угодно. Поэтому такие дела. Не относитесь слишком серьезно к этой игре, ребята. Это не про киберспорт. Все. Я замолкаю. И, собственно, всем желаю приятного просмотра. Ну и мне остается лишь напомнить о своем личном сайте по продаже монет PandaCoin. Нужны паки, либо игроки. Ссылочка всегда в описании. И всех благодарю, кто уже воспользовался или воспользуется моим сайтом. Так, что там? Жао Педро Гомес Себа Ромаринио Касарас Корея. Корея, наверное. Тотса, Аки, Фернандиньо, Элтон. Ладно, похуй вообще. Все, полетели. Моя последняя игра в Звездной Битве. Ну, если я каким-то чудом сейчас не выиграю. Роналдиньо. Роналдиньо. 1-0. Так, Станос-то потеет. В свою очередь. Катает. Катает не хуже условного Димы фаворита. Хочу сказать вам. Так. Вот и атака Станоса. Что будет делать? Ребята, давайте не будем друг другу мешать. Спасибо большое. Так, Вэ, давай, бро. Ты играл в первых выпусках у меня просто как царь. Потом, конечно, отошел на второй план. Потому что он начал играть на позиции ППшника. ППшника. На. Охуеть, какой плохой удар. Ну, ребята, ну это Роналдиньо. Ну, он должен хотя бы, блять, не знаю, опасный какой-то удар создавать с такого расстояния. Не самое большое, прошу заметить, было расстояние. То есть я ни с 40 метров бил, ни с 30, блять. Так. Гомос. Оффсайд, офсайд. Был офсайд или не было офсайда? Не было офсайд? А, был офсайд. Все нормально, все под контролем. Ой, Вэ. Ну, фолл, фолл. Мой мяч, мой мяч. Мой мяч. Ну, Вэ. Блять, сукин ты сын, блять. Ебучий Вэ. Ну, сейчас что тебе помешало забить, блять? Давай, давай, Сар. Ну, забегай, ты ебаный тормоз. Давай, Сар. Хорош. Давай, нафиг. Я не знаю, ребята, насколько с интересом вы сейчас это все смотрите. Просто, опять же, предыдущие два матча ввели меня в лютую тельтуху. Из которой я сейчас всеми силами пытаюсь выбраться. Стана взял паузу, сделал какие-то перестановки, взял еще одну паузу. Прости, Стас, но сейчас вся злость идет в твою сторону. Так уж звезды сошлись, что тебе не повезло. Ну, ничего страшного. Тут в этом матче еще ничего неизвестно. 2-0. Комбэчились уже в звездной битве. Давай, Далберт. В дальний! Я не знаю, как тарак работает. Может, мне постоянно злиться надо? Может, мне перед матчами типа а-ля делать что-то, чтобы меня выводило из себя? И таким образом я смогу играть на спокухе? Я не могу понять. Ну, вот это, бля, вообще какая-то странная история получается. Просто, блядь, Стас обыгрывает Гудмакса, а Гудмакс проигрывает мне. Что это такое? Ну, статистика тут, конечно, выносящая. У Стаса ноль ударов в створ. Прости, Стас, я перед тобой еще раз извиняюсь. Просто я злой до пиздюления. И, как вы видите, эта злость, так скажем, накрывает мою нервозность. Потому что перед каждым матчем я раньше нервничал, а сейчас просто нервы куда-то отошли в сторону. Давайте, как фаворит учил. Как фаворит учил вот эти вот немецкие пассы, или как они там называются. Так, давайте подадим. Может быть, принесет свои плоды. Нет, подавать у головы. Блядь, какой хуйней занимаешься, ребята? Так, ну, Стас откровенно уже привозит моменты. Тоже, видимо, поймал тельтуху. Еще бы. Счет 3-0. А это матч за выход. Так. Что будет делать Стас? Что будет делать Стас? Он попробует ударить или что? Долго очень катает. Да, блядь! Пизда. Как я его не оттолкнул? Я не понимаю, честное слово. Давай, давай, Роналдиню. 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 Блядь. Ну! Ну, блядь, пацаны! Дальше! Да, блядь, сука! Он как будто сам тормозит, чтобы до меча не добежать. Искусственно, знаете, вот эта вот залупа. Охуеть! Пиздец. Стасу, конечно, сейчас дико подфартил, что мяч отскочил к нему на ногу, но он не реализовал этот момент, к счастью. Тише, 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 тише. Катает, катает. Вы посмотрите. Не, Стасу и респект за то, что он играет до конца. Вагина Монтука. Вагина Монтука. Вагина Монтука. Я не знаю, я бегу как просто тупорылый еблан вперед и... Надо было, конечно, мяч застопить. Охуеть, это было без офсайда! Я в ахуе! Это было без офсайда! Пизда! Я в шоке, ребята. Я в шоке, честное слово. Че за матч? Блядь, забегать буш нахуй! Все, ребята, я аккуратненько бегу в атаку. Я не тяну время, но я при этом аккуратненько бегу в атаку. Блядь, я ушел. Пиздец, у него игроков в кого-то в 50 раз больше, ребята. Какой-то кал происходит на поле. Да нет, да нет. Это не может быть, правда. Это не может быть. Я в шоке, че за матч? В первом тайме так легко прошелся. И во втором Станас проснулся, и его Алекандро Гомос практически сделал чудо на последних минутах. Статистика абсолютно равная, что по ударам, что по владению. Поэтому только лишь респект Стасу сейчас давайте позвоним и узнаем, как у него дела. Проигрывать всегда горько. Не, ну заебись ты на фланге, конечно, бля, последние минуты держишь, братан. А в смысле, где я там держал? Ты на меня прессингуешь, я, блядь, нашел свободный зону. Я буквально две перекатки сделал. Не, я все, я тебя поздравил с победой, все, ладно. Хорошо. Не, я не хочу, чтобы такая машина в мой адрес была. Блядь, ну по-братски, ну посмотри, короче, в конце самое, ладно. Да забей, короче, поздравляй, ладно. Да с чем поздравлять, а в тельтухе и так, блядь. Да, Стас, короче, начал гаишуя катать, начал под концовочку. Давайте посмотрим вместе с вами сейчас, как я катал мяч. В целом, матчем я скорее недоволен, чем доволен. Хоть я и выиграл, опять же, сори за мою игру, за мой агр, за мое, так скажем, нестабильное эмоциональное состояние, за прошлые выпуски. Я выхожу, я выхожу из звездной битвы, не знаю, кто будет следующий мой соперник, если вам нравится движуха, ставьте лайки. Так, ну давайте смотреть, про какой момент он говорит. Но передать мне хотелось бы, конечно, голы пересмотреть, все легендарные, вы посмотрите вот на этот гол. Ну типа мой защитник первый у мяча, его коре отталкивает. Вот вы видите силу моего защитника, вот силу коре. Посмотрите. Я вахую просто. Второй гол, это тоже конфетка, смотрите, по-хорошему, здесь было в сайт, смотрите. Вот. Момент пасса. Смотрите, рука Алехандро Гомеса впервые моего защитника идет. То есть по-хорошему здесь было в сайт, но игра, видимо, фиксирует только ноги, а руки не фиксирует, я хуй знаю. Даже нога у него стоит дальше, если уж придираться. И все. Алехандро Гомес устремляется, я не могу сделать подкат, и еще 2-3. Так, смотрим, что я здесь на фланге делал. Я пытаюсь пройти вперед, но у него стоит защитник. Собственно, я делаю что? Останавливаюсь, кручусь, пытаюсь выйти из-под прессинга, даю назад. Вот здесь еще раз отдаю, жду его забегания, и даю ему наперед. И тут меня уже хавает, точнее, я сам ухожу. Это буквально 1 минута, поэтому не пишите, пожалуйста, в комментариях, что я тянул время. Типа, никакого такого мысла нет. Я ведь не крыса ебаная. Я буду крысой, я буду крысой, но я буду сейчас тянуть время. Но он тянет время! В общем, все, ребята, вот такой вот видосик у меня получился. Может, не совсем позитивный, но так или иначе выходим с какого-то там то ли 4-го, то ли с 3-го места. Я пока еще хазачу там в турнирные таблицы. Ну и, собственно, все. Пишите в комментариях, что думаете. С вами был я, Пандосов Иксович. Оставляйте лайки, там все дела. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok